Сегодня у нас в гостях заведующая отделением медицинской профилактики взрослой поликлиники ВРКБ Лариса Соловьева. И мы поговорим о факторах риска развития хронических заболеваний и вредных привычках, которые влияют на наше здоровье. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Давайте для начала вообще расскажем нашим телезрителям о том, что же такое хронические неинфекционные заболевания. Что в них входит? К хроническим неинфекционным заболеваниям относятся заболевания, которые могут привести к смерти. К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, относятся онкологические заболевания, сахарный диабет, болезни легких. Поэтому как бы профилактика этих заболеваний является неотъемлемой частью для здоровья человека и необходимо поддерживать здоровье и профилактировать эти заболевания. Вот давайте как раз об этом сейчас и поговорим. Что же должен делать человек для того, чтобы у него вот не возникло или вовремя, чтобы определил наличие у него хронических неинфекционных заболеваний? Ну, на сегодняшний день, конечно, каждый человек должен самостоятельно заботиться о своем здоровье. Ну и, конечно, с учетом моей специфики, конечно, необходимо, чтобы каждый человек ежегодно проходил диспансеризацию. Потому что, несмотря ни на что, в процессе прохождения диспансеризации мы выявляем впервые и онкологические заболевания, и факторы риска развития сердечных сосудистых заболеваний, и артериальную гипертензию, корректируем повышенные цифры давления, соответственно, гипертоническую болезнь, нормализуем показатели, влияющие на... Руказатели жизненно важных органов. И, соответственно, человек, придя на диспансеризацию, проходит весь медицинский осмотр в полном объеме, и врач дает ему рекомендации, к которым относится как раз профилактика хронических неинфекционных заболеваний. Ну, в частности, пищевые рекомендации. Как бы у многих людей на сегодняшний день из-за неправильного питания, из-за стрессовой ситуации развивается тяга к складкам, развивается желание кушать, особенно в ночное время. И поэтому, конечно, необходимо каждому человеку заботиться о себе и, соответственно, предпринимать какие-то меры. Для того, чтобы не есть чрезмерное количество пищи, которое и не необходимо, потому что мы ведем все сидячий образ жизни, и, соответственно, не тратим много энергии физически, нам необходимо не такое большое количество килокалорий на каждый день. Поэтому необходимо переключаться, например, не кушать, а пойти прогуляться, выполнить какую-то работу по дому перед тем, как начать ужин. И, соответственно, отвлекаешься и не принимаешь столько пищи, сколько изначально хотелось бы. Также необходимо профилактировать и вредные привычки. На сегодняшний день уже ушли и в прошлое такие вредные привычки, как курение. Люди как бы ходят в тренажерные залы, занимаются занятиями со скандинавскими палками, соответственно, проходят 10 тысяч шагов. И это как бы, когда человек начинает эти занятия, он втягивается и уже не может представить последующий день без занятия со скандинавскими палками. И вот хотя бы сначала нужно, если человек работает достаточно рядом с домом, ходить до работы и обратно, ну, не курить. Ну, а кофе, например, оно вредно, полезно? Вот я знаю, что долгое время велись споры по этому поводу. Да, вот практически прием чашки кофе, он не вредит. Ну, кофе должно быть хорошим, сваренным, хорошо приготовленным. И кофе должно быть настоящее, из молотых зерен. Это кофе не является вредным. И даже человек, имеющий склонность к повышению давления, может принять чашку кофе с утра. Также, ну, как бы это генетически обучение.